Любая недвижимость в городе Аликанто и рядом. Здравствуйте, здравствуйте всем. Вечерело. А мы делаем показы. Квартиры 70 квадратных метров в этом достаточно симпатичном домике. Ай, задавит меня машинка. Идем. Заходим в подъезд. Опять все стандартно. Плиточки. И пошли наверх. Поднялись быстрым темпом. Видим на лестничной клетке опять всего две квартиры. И пошли смотреть. Так, что видим? Видим, что здесь более-менее все как-то ничего так. Нормальная дверочка. То есть, чистенько, аккуратненько. Может быть, надо освежить. Хороший щиток. Не новый, но в приличном состоянии. Прямо по направлению движения у нас есть такой вот трюмокипа, что ли. Направо идет зал. Это точно. Двери стандартные. Стоит мебель. Зачастую, конечно же, все это остается покупателям. Кому это все надо? Увозят, как я уже рассказывал в видео, неоднократно. Только личные какие-то ценные вещи. Табуретку какую-нибудь, которая досталась по наследству. Смотрите, здесь балкон еще неплохой. Это я с нашим покупателем. Балкон здесь хорошенький. Вышли на балкон и видим тольдосы. И видим, туда направление идет. Вот это у нас к морю, к пляжу постигет. Внизу белая прерывистая полоса. Это бесплатная парковочная линия. И тоже я бы сказал, что можно здесь посидеть, разместиться, поставить столик даже. Хорошие двери, жалюзи, все рабочее. Да, 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 да. Идем дальше. Пошли по коридору. Это стандартная испанская квартира, коридор, из которого мы попадаем во многие комнаты. Первое по ходу движения у нас кухня. Что она из себя представляет? Я вижу, что кухня в нормальном состоянии, не новая, но можно совершенно спокойно пользоваться. И совсем уж такая древняя. И легкая плита, рабочая. Здесь местечко для двух человек. А вот здесь в углу, здесь я сделаю угловой какой-то треугольный, что ли, в столик. Можно еще кого-то посадить. Из комнаты есть у нас тупичок. Котел электрический установлен. Какой-то ящик, стиралочка и выход. Все окна хорошие, кстати. И на пати. Ой, темно уже. Вот это тоже наши два окна. Темно. Целый день показываем. Пошли дальше по этому замечательному коридору. Кто-то выключил свет уже. Налево второе помещение у нас называется служебное. Как у нас на службе было. Для чего? Для умывания и сброса балласта. Посмотрели? Посмотрели. Дальше по коридору. Налево. Первая комната. Метров может быть 12. Это окно тоже. Тоже по телу, я так предполагаю. Открывать не буду, все равно уже темно. Личные вещи уже собраны. Продает квартиру испанка. Так вот. Можно здесь детскую. Для ребеночка. Пошли дальше. Потолки, наверное, 2,50 где-то. Здесь спальня. Папа с мамой. Мамы с мамой. Папа с папой. Как хотите. Стандартная мебель. В хорошем состоянии. Люстра. И окно выходит в другое патио. Нет, не в патио. Смотрите. Ну да, патио. С него есть открытое небольшое пространство. Там. Так. Двигаемся далее. И последняя комната. Получается, три комнаты и зал. Тупиковая. Окно тоже выходит в то же патио. Мебель есть. Что здесь? Ну, я предполагаю, что здесь был кабинет. Мебель слишком много. Да, точно. Мебель тоже в хорошем состоянии. А комната не очень. Что-то. То ли ободренные обои. То ли такая специальная у них была тема. А, наверное, не доделали. Делали, делали, не доделали. И какой-то шкаф. Ну, что ли. Возможно. Все. Показ этой квартиры закончен. Пишите заявочки. Звоните. Сергей Изовский был. И компания. Напишите нам заявку. И мы отправим вам. 4-5-7-5-0. Каждую неделю новые варианты недвижимости в городе. Продолжение следует.